Здравствуйте, уважаемые зрители телеканала Десна ТВ. С вами в студии Татьяна Ионкина. Итак, коротко о том, что сегодня в выпуске. Вы своим трудом и своими руками из небытия возвращаете настоящих героев, которые своей кровью, жизнью, подвигом даровали нам возможность сейчас мирно, спокойно жить и созидать наше Отечество. Герои Великой Отечественной войны вернулись на родину. Правительство России подтвердило САЭС-2 быть. Сводка криминальной обстановки в городе. День отца мы все равно празднуем. Оно приходится на 3 воскресенье июня в этом году. Выставка книг к Международному дню отца. А сейчас об этих и других событиях подробнее. В минувшую субботу в храме в честь иконы Божьей Матери всех скорбящих радость прошла церемония передачи останков воинов РКК для захоронения на Малой Родине. В ходе поисковых экспедиций Десногорскими поисковыми отрядами «Высота и за Родину» были подняты останки и личные вещи с медальонами двух красноармейцев. Бориса Майорова – уроженца Московской области из села Новоархангельская 1902 года рождения. И Алексея Кокозея – уроженца Алтайского края 1906 года рождения. Общими усилиями Минобороны страны и поискового братства были найдены родственники героев. 17 июня они прибыли в Десногорск, чтобы забрать останки красноармейцев на родину. В торжественной обстановке личные вещи красноармейца Бориса Майорова были переданы его внучке и правнуку. Это было очень неожиданно узнать вообще, что нашли моего прадеда спустя 7-6 лет. Долго искали нас, примерно год. Но просто нашу деревню, в которой жила его семья, мой прадед с женой и детьми, ее снесли давно. Соответственно, документов много было утеряно. И нас очень долго искали, нашли буквально, помогли поиски в городе Долгопрудный. Они пешком обошли все кладбище, нашли его жену, мою прабабушку Марью Прокофьевну. Мы оставили телефон, мы с ними связались. Вот спустя год мы узнали, что поисковый отряд нашел его здесь. Большое спасибо вашему городу, вашему поисковому отряду. То, что вы делаете, доброе дело. То, что он соединится с семьей своей, похороним на кладбище, где три сына похоронены. Его жена и могилку его жены будут соединяться. Так, ну, верили мы где-то в глубине души, может, до последнего, потому что она получила похорону и пропал без вести. Это в 41-м году. Он даже не узнал, что у него родился сын, пятый ребенок. Останки героя Алексея Коказея прибыли забрать поисковики отряда с Дебор Краснодарского края «Станица Полтавская». Мы приехали к вам в Десногорск забрать останки, перевезти и передать родственникам погибшего воина. Зовут его Коказей Алексей Григорьевич. Это наш кубанский казак. В начале века, я думаю, дочка рассказала, после Столыпинских времен они переехали в Алтайский край. Перед войной они планировали вернуться на Кубань, но война помешала. Мы заезжали, когда сюда ехали, за благословением от Пелагея Алексеевны, от дочери воина. Она нам интересную историю рассказала. 24-го числа он уже вернулся домой, заехал. Уже в амунировании, по йокам выдали, он семье передал булку хлеба, консервы. Рассказал, начал успокаивать, что война будет недолго. Сравнил эту войну с финской войной, что скоро она закончится. Говорит, на всякий случай, вот вам смертный медальон, показал. Положил на грунт карман, говорит, он будет со мной. Вот как раз поисковики ваши Десногорские нашли в этом же кармане этот же смертный медальон. Ещё двое героев, без вести пропавшие в годы Великой Отечественной войны, смогли вернуться на родину благодаря поисковикам нашего города. В августе работающих пенсионеров ожидает прибавка к пенсии. Рост связан с увеличением трудового стажа. За работающих пенсионеров компании продолжают выплачивать страховые взносы. По новым правилам они трансформируются в пенсионные баллы. В отличие от традиционной индексации трудовых пенсий, данное повышение будет иметь индивидуальный характер. Его размер будет зависеть не только от уровня заработной платы работающего пенсионера, но и от его возраста. При этом работающие пенсионеры, получающие высокую зарплату, не могут претендовать на повышение выплат, так как при перерасчёте размера пенсии будут учитываться не все отчисления, а только та сумма, которая позволила набрать не более трёх пенсионных баллов. Поэтому пенсии в августе не повысятся более чем на три балла. 2,5 миллиона рублей направит фонд АТР АЭС на реализацию социальных инициатив Десногорска. Для воплощения в жизнь социально значимых инициатив организации Десногорска получат в 2017 году гранты от Ассоциации территории расположения атомных станций концерна «Росэнергоатом». Итоги традиционного конкурса стали известны 9 июня. В нём победили проекты детских садов «Ивушка» и «Ласточка» школы номер 3 Центра поддержки молодёжных и детских общественных объединений. Первый и второй энергоблоки Смоленской АЭС будут работать ещё 15 лет. В 2018 году будет выполнена масштабная модернизация третьего энергоблока. В госкорпорации «Росатом» идёт работа по подготовке строительства замещающих мощностей. Участок земли площадью более 400 гектаров, на котором планируется строительство САЭС-2, будет переведён из лесного фонда в категорию «Земли промышленного назначения». Земля находится в 6 километрах от действующих энергоблоков Смоленской АЭС на территории Росльского района. Изменение целевого назначения земельного участка даст возможность дальнейшей работе по подготовке к сооружению новых генерирующих мощностей с реакторными установками нового поколения ВВР-ТОИ. Концерн «Росэнергоатом» как юридическое лицо вправе выкупить у государства эти земли или взять их в долгосрочную аренду. Госкорпорация «Росатом» намечает начало строительства на 2019-2020 годы. В Смоленскую область в этом году прибыло 375 мигрантов, которые вошли в государственную подпрограмму по оказанию содействия добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом. Всего на поддержку мигрантов было выделено 3 миллиона рублей. Из них свыше полутора – из областного бюджета. В регионе действуют четыре центра тестирования, где мигранты могут пройти комплексный экзамен на владение русским языком, знание истории и основ законодательства России. Они работают на базе СМОЛГУ Гуманитарного университета Вяземского политехнического техникума и Центра делового образования Смоленской торгово-промышленной палаты. Всероссийский чемпионат WorldSkills проходил в Краснодаре. В нем участвовало более 950 студентов из 435 образовательных организаций. Они состязались в мастерстве по 113 направлениям. WorldSkills – это международное некоммерческое движение, созданное в целях повышения престижа рабочих профессий и развития системы профобразования. Смоленская область присоединилась к нему в 2015 году. Бронзу в финале 5-го национального чемпионата молодые профессионалы 2017 завоевали смоляне. В областном центре наградили команду, которая заняла третье место в компетенции технологий композитов. В Смоленской области подведены итоги операции Путина-2017. В ходе проведения операции сотрудниками полиции изъято более 4000 метров рыболовных сетей, 37 лодок, более тонны незаконно добытой рыбы. Составлено 390 протоколов об административных правонарушениях. Выявлено 22 преступления, предусмотренных статьей 256 Уголовного кодекса Российской Федерации «Незаконная добыча водных биологических ресурсов». А сейчас о криминальной обстановке в Десногорске за минувшую неделю нам расскажет майор полиции Романова. За прошедшую неделю в дежурную часть поступило 122 сообщения о происшествиях. Из них 3 сообщения о преступлениях. Зарегистрировано 7 дорожно-транспортных происшествий с техническими повреждениями. Выявлено 163 административных правонарушения, в том числе 135 нарушений правил дорожного движения. За управление транспортным средством состояния алкогольного опьянения задержан 1 человек. За распитие спиртных напитков, а также появление состояния алкогольного опьянения в общественных местах к административной ответственности привлечены 14 человек. 17 июня уже в очередной раз в Смоленске прошли встречи у Микешина. Любители разных музыкальных предпочтений могли принять участие в проекте. Артисты из разных уголков страны исполняли песни, собственные музыкальные произведения и соревновались в мастерстве уличных танцев. Смоленские мастера акробатического рок-н-ролла провели мастер-класс для желающих обучиться этому виду танцев. Полнометражный отечественный мультфильм «Сказ о Петре и Февронии» режиссеров Юрия Рязанова и Юрия Кулакова выходит в широкий прокат 6 июля. В его основе исторические факты из жития святых благоверных муромских князей Петра и Февронии, являющихся покровителями православного брака. Выход мультфильма приурочен к 8 июля – Дню Семьи, Любви и Верности, в которой Русская Православная Церковь также празднует память святых супругов. День отца отмечают в 52 странах. Он считается международным. В России его отмечают с 2002 года. В этом году он выпал на 18 июня. По этому поводу в Центральной библиотеке сотрудники подготовили выставку литературы. Выставка подготовлена для пропаганды нравственных семейных отношений и для укрепления отношений между отцами и их детьми, для напоминания мужчинам об их родительских обязанностях. В выставку вошли произведения таких известных авторов, как Шулухов, Тургенев и другие. Мы предлагаем выставку, посвященную Международному дню отца, которая расположена у нас на абонементе «Взрослая кафедра сектора чтения». Вы можете посмотреть на наши выставки самые знаменитые произведения художественной литературы об отцах, потому что день отца мы все равно празднуем. Оно приходится на 3 воскресенье июня в этом году. Приходите на нашу выставку, ознакомьтесь и читайте на здоровье. Также на выставке читатели смогут найти книги с советами известных психологов о воспитании подростков и о разрешении конфликтов в семье. Выставка подготовлена для читателей разных возрастов. Дети тоже могут найти здесь произведения для себя. Это все, о чем мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disnadefistv.ru. Также мы ждем ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok